Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, потому что он такой, достаточно неоднозначный получился, вот, и интересный. Итак, не могу взять ответ, если люблю и ненавижу то, что делаю. Вы пишите, я рисую и ненавидю, не могу взять, я рисую и ненавидю рисование, не могу взять на себя ответственность за него. Вы знаете, мне бы очень хотелось здесь вас спросить, вот, в первую очередь спросить, ответственность за рисование это вообще как? Итак, вы же занимаетесь творчеством, творчество это процесс больше импульсивный, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить, что творчество это процесс больше импульсивный, импульсивный, интуитивный, ну, вот, такое, такое все. И как вы хотите взять ответственность за это на себя, для меня ответственность на гадки. Потому что невозможно взять ответственность за творчество, вы просто делаете что-то и все. Ответственность здесь, она скорее убирается в то, чтобы окружающим людям не причиняло вред, то, что вы делаете. А в остальном, мне очень странно, о какой ответственности именно вы говорите, о какой ответственности именно вы хотите взять на себя за рисование. Дальше, я пыталась его бросить, зачем, но только жалела, что потратила время зря. Вот это момент, Ольга, то, что вы жалеете о потраченном зря времени, говорит о том, что вы чего-то от рисования ждете. То есть, у меня появилось такое чувство, что вы в своем творческом пути не свободны. Что означает несвободу к творческому пути? Это означает, что то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, имеет какую-то цель, не имеющую отношения к творчеству. То есть, вы что-то делаете, не только для того, чтобы творить, но и еще для чего-то. Еще для какой-то цели вы хотите это делать. Именно поэтому вам жалко времени, потому что в творчестве, во-первых, одна минуса творчества, это уже само по себе ценно, это уже само по себе важно, и ни о какой трате времени, потере времени, в контексте творчества речи не идет. Потому что творчество могут оценить, творчество могут не оценить. Это абсолютно случайная история, неопределенная история. То есть, здесь вопрос траты времени не стоит, но у вас это есть. Значит, через творчество вы хотите решить какую-то свою проблему. Вот, в первую очередь, нужно поисследовать, какую именно проблему вы хотите решить через творчество. Или какое желание удовлетворить. Дальше. Я люблю рисование и хочу рисовать много-много всего. А ненавидите за что? Вам просто нравится процесс, или вам хочется там чего-то еще? Что-то еще. Я не получаю за это денег, я рисую в доводстве, хотя и пытаюсь немного зарабатывать. Этим, но на заказ рисовать неприятно. Давайте поисследуем, почему неприятно рисовать на заказ, если вы хотите на этом зарабатывать. То есть, тут, опять же, невозможно сделать выбор. Понимаете, здесь не то, чтобы ответственность, здесь, скорее, отсутствие приоритетов. То есть, если человек зарабатывает, значит, он уже в чем-то не свободен. То есть, вы могли бы чуть позже, когда приобрели бы известность, когда приобрели бы авторитет в своей сфере. Вы могли бы сами задавать какую-то вот моду. Да, то есть, вы сами что-то рисуете, и вас это покупают. Покупают, потому что играет имя. Есть имя. И оно на вас играет. В данном случае, вы хотите, чтобы сразу так было. Это показывает, ну, совсем реальное понимание вещей. Дальше, я хотел превратить это в работу, но я чувствую просто адское отторжение в сердце. Потому что работой, это, как бы, полноценно быть не мой. Полноценно. Опять же, вы говорите, что мне неприятно рисовать на заказ. Не раскрываете, почему. Вы говорите, я хочу превратить это в работу, но адское отторжение в сердце. Давайте поиследуем, что именно сердце отторгает. Оно постоянно говорит, что люблю, что ненавижу. Ну, ненавидите-то вы за что-то. Не даю, ненавидите-то вы что-то. Ненависть допрощает то, что мешает вам прийти к какой-то гармонии. Поэтому здесь нужно исследовать, что именно вызывает ненависть. Я не понимаю. Это биполярное расстройство. Ну, диагнозы могут ставить только врачи. Ну, не врачи. Может, эта форма зависимости? Может, если вы через рисование пытаетесь реализовать какие-то свои проблемы другие. Очень часто, когда я рисую, я либо раздражена, либо ненавидит через люди, когда смотрят на мои рисунки или отрекают от рисования. Ну, раздраженность и злость нужно исследовать, почему вы раздражены. То есть, опять же, тут могут быть какие-то завышенные ожидания, требования к себе и так далее. Что касается злости, когда смотрят на ваши рисунки, то это может быть ощущение как раз к тому, что людям доступно что-то интимное. Потому что творчество – это интимный процесс. Вот. Ага. Ну, а по поводу отвлечения от рисования, здесь нужно исследовать, потому что это очень индивидуальная история. Рисование высадывает измершего энергию, потому что вы себя заставляете это делать. Вы себя пересиливаете, вы через усталость все равно продолжаете это делать. Ведь вопрос в том, для чего? Почему? Почему? Ведь будь у вас вдохновение, вы бы сами не хотели бы спать, не хотели бы там делать перерыв, будь у вас вдохновение, вы бы не чувствовали усталости никакой. А как вы это чувствуете, значит, что-то происходит, значит, вы делаете это через силу. Нужно понять и определить, почему вы делаете это через силу, ради чего вы делаете это через силу. Дальше. Так. Тем не менее, я подчеркнуваю свои дополнения, я не могу оторваться. Опять же, это нужно исследовать. Исследовать, что значит. Не могу оторваться. Эээ... Скорость осталась внутри, и меня постоянно что-то толкает вперед, дальше и дальше. Опять же, опять же, нужно исследовать, что именно толкает. Вот, очевидно, что это не вдохновение. Очевидно, что это не желание творить. Очевидно, что это что-то другое. То есть, выходит, я одновременно издавшаюсь и заряжаюсь энергией, заряжаться энергией вы можете только по одной причине, потому что вы считаете, что делаете что-то значимое, это важно. Я не всегда интересовался рисованием, скажем, в картине живописи, рекомендустрирующихся так, он не как-то по боку, но поскольку я рисовала комиксы, мне надо было изучать хоть чуть-чуть. Всё, и процессы, мне это равно всё интереснее, хотелось сделать лучше, качественно, совершенствоваться в общем. Ну, прекрасно, опять же, нужно исследовать, как вы пришли к комиксам, то есть, как вы пришли к этому, а комиксы вы рисовали, это была работа или что? Хотя это не как художник, а чисто для качества комиксов, чтобы было приятнее читать, но я не понимаю, почему при всем при этом я не могу за это ответственность. Какую ответственность Ольга вы говорите? Правда, а какую ответственность Ольга вы говорите? Какую ответственность тебя от себя требует? Какой она должна быть? Когда я пытаюсь её взять, моё сердце просто плачет внутри, это так больно. Вот это Ольга надорвало спину, потому что она была слишком тяжёлой. Ну, ответственность здесь всегда понимается под каким-то обязательством, дождествованием. Но с чего вы решили, что этот доступ должно быть? По какой причине вы хотите брать ответственность, что вас мотивирует на это? Да, это действительно тяжело, если это чужая ответственность. И судя по тому, что вы пишете, это чужая ответственность. Так, в спине я чувствую, как она давит на меня. Ага, что? Когда я думаю, ну нафиг спину отпускает, область лопатки влечь. Правильно, на самом деле, ответственность чужая. Что мне в этой ситуации делать? Что бы что? С. Меня отвезли на части. С одной стороны желание продолжать делать то, что я делала. С другой стороны, как ты исправил положение дел? С. Что предполагает возможность вызвать ин今 spring Roc'я заниматься этим? Какие-то стороны брасите и бросят? С одной стороны желание продолжать делать что-то, как для того, что я делал. С другой стороны, как не исправить положение. А для чего исправить положение вешалок? Сейчас я вот и не понял. Вы говорите об ответственности, но, во-первых, непонятно, что здесь понимается под ответственностью, непонятно, зачем брать ответственность, и непонятно, зачем исправлять положение вещей. То есть мне кажется, что вы на творчество, на творчество, ну, вы слагаете какие-то вообще чрезмерные ожидания, причем эти чрезмерные ожидания, они не только ваши, это ожидания еще и других людей при этом, вот, понимаете. Какая-то какая штука. С этим нужно распорядиться. Ну, и определить эту цель, то есть то, что мне делать, чтобы что, чтобы что, что делать, чтобы что, что вы хотите получить взамен, ну, как бы не взамен, а в итоге, вот. В целом, в целом, мне кажется, что имеет смысл раскрыть ваши чувства, просто пообщаться с вами, потому что, ну, есть такое ощущение, что у вас каша. Просто каша в голове. Каша из мыслей, из чувств, эмоций, из установок. Где ваша установка? Где установка, чушая? Вы говорите про ответственность, а что вы взяли, что надо ее брать здесь? Как вы понимаете ответственность вообще? Как вы понимаете ответственность творческую? Тоже очень важный момент. Кстати говоря, то есть, ну, вот это вот все такие вещи, которые нужно исследовать. Так что, выбирайте себе психолога, который вам придется по душе, и начинайте с ним работать. Это будет самый верный вариант. Ага, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...